Здравствуйте, друзья! В этом ролике вы узнаете, что не каждый кляймер подходит для имитации бруса и что кляймер кляймеру рознь. И сейчас мы на примере покажем, как крепится имитация бруса на кляймер. В первую очередь хочется рассказать о том, что примерно в 2018 году на рынке Москвы появились вот такие вот панели. Это имитация бруса карельский профиль. Отличается она от обычной имитации бруса более длинным шипом и более длинной верхней полкой. За счет этого она не рассыхается до щелей. То есть продукция стала очень популярной, но осталась самая главная задача. Как ее правильно крепить? Потому что вот и у нас в руках классический кляймер. То есть это усиленный с зубцами, то есть он очень хороший, надежный. Но если мы наденем на нижний паз имитации бруса карельский профиль такой кляймер, то закрутить его, обрати вот внимание, Паша, мы не сможем, потому что вот эту полочку мы повредим. Здесь будет видно, шляпка самолеза просто зацепит ее или битой ты зацепишь от шуруповерта. Но это факт, то есть на такой кляймер не смонтировать. Так как у нас свое производство крепежа в Санкт-Петербурге, мы решили сделать крепеж, который будет предназначен именно для такой панели, но при этом будет универсальный. То есть чтобы его можно было смонтировать как на обычную имитацию бруса с обычной полкой, на вагонку, либо на блокхаус, но также чтобы он подходил к этой новой панели, которая очень быстро завоевала популярность. Ее сейчас много, то есть и этот кляймер называется кляймер лесфикс. Чем он отличается от обычного? Посмотри, насколько длинная его полочка. У обычного кляймера она короткая, то есть она примерно здесь около двух сантиметров, да? Около двух сантиметров, полтора. А здесь она всего лишь, ну сантиметр, да, с натяжкой, можно сказать, сантиметр. То есть что это нам дает? Вот, если мы монтируем на обычный кляймер или на кляймер лесфикс, то мы видим, берем шуруповерт, берем саморез. Если мы здесь закручиваем, вот здесь, то нам это просто крайне неудобно. И вот под углом, и скорее всего мы вот здесь цепанем, да. А здесь, пожалуйста, мы спокойненько берем и спокойненько вот так вот на два самореза мы монтируем, не повреждая полочку абсолютно. Представим себе, что у вас есть подсистема. То есть вот такие вот бруски, в данном случае это бруски 50 на 50. Они должны быть на стене. Мы представим, что стена у нас вот здесь, то есть для удобства нашей съемки. То есть сейчас мы покажем, как монтировать эту имитацию бруса на кляймер лесфикс. Для монтажа нам понадобится сама подсистема, смонтированная на стену или на потолок, имитация бруса доска, торцовочная пила для торцовки по длине досочки, шуруповерт с соответствующей битой, в нашем случае это PH0. Вот такие маленькие саморезики 2,5 на 20. И усиленный кляймер нашего производства лесфикс с увеличенной полкой. Итак, очень важное замечание. Если вы монтируете имитацию бруса снаружи дома, то обязательно она монтируется вот так, с шипом кверху. Это предотвращает затекание воды, атмосферных осадков, косого дождя. Вот сюда в паз, ну и доска дольше прослужит. Если вы монтируете имитацию бруса внутри дома, неважно направление монтажа. Удобнее монтировать шипом вниз, так как мы можем начать снизу и идти вверх. Удобнее подбивать доску. Если вы монтируете имитацию на фасад, то важно монтировать шипом кверху, и монтаж придется начинать сверху вниз при монтаже на кляймер. Мы будем считать, что монтируем внутри дома и монтируем шипом вниз, так как удобнее подбивать кляймер, насаживать его на досочку. Первая доска под плинтус монтируется внизу саморезами в лоб. Представим, что мы ее смонтировали. Итак, нижняя часть доски закреплена. Кляймер одевается вот таким образом. Под углом сначала заводится на полочку зубчики, потом одевается до конца. Чтобы избежать этого зазора, можно подбить реечкой и кьяночкой, или маленьким молоточком, чтобы кляймер плотно сел на досочку. Далее мы его прикручиваем на два самореза. Итак, следующую досочку мы вставляем. Для подбоя можно использовать остаток этой досочки. Для того, чтобы не ломать вот эту часть, шипом вставляем сюда и подбиваем молотком. Таким образом, все эти щели, они убираются, и досочки очень плотно вставляются друг в друга. Далее, также мы одеваем, таким же образом мы одеваем кляймер. И прикручиваем его к подсистеме. Докручивайте саморезы, чтобы кляймер немножко прогибался, и шляпка туда притапливалась, чтобы не мешала последующей доске. Итак, вы видите, насколько просто было смонтировать на наш кляймер имитацию брусок к подсистеме. Насколько большое расстояние от шуруповерта, от биты до края досочки. И вы ее никаким образом не испортите, если будете работать аккуратно. При монтаже этого ролика мы не использовали важный инструмент. Это молоток и кусочек доски с таким же профилем. Обязательно требуйте от ваших плотников добивать досочку одно к другое, чтобы не было вот этой щели, и чтобы древесина друг к другу, вот шив в паз входила очень плотно. Это увеличит шансы на то, что даже при каком-то рассыхании у вас не выпадет одна имитация, одна досочка из-за другой, и не появится плавник. Друзья, заказать имитацию бруса, крепежи, покраску, а также монтаж вы можете у нас. А также вы можете самостоятельно рассчитать необходимое вам количество крепежей, отделочных панелей, брусков, подсистемы. А также, перейдя по ссылке в описании, вы можете увидеть наш удобный калькулятор и воспользоваться им. Там вы можете самостоятельно рассчитать всю полностью себе подсистему, отделочные панели, узнать ее стоимость и количество.